Спасибо вам большое, что довезли меня в целости и безопасности. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13, и очень рад начать это новое видео в такой прекрасный солнечный день. Конечно, перед началом этого ролика я обязательно зажгу огонёк на ваших экранах. Это, кстати, три комментарии с последнего видео, которые не набрали ни единого лайка. Ну и, конечно же, по традиции напомню, что попасть в завтрашний видос очень и очень просто. Достаточно прямо сейчас опуститься под ролик и написать любой интересный комментарий. А мне уже не терпится прогуляться по деревне, потому что я здесь очень долго не был. Наверное, дня два и... Это чё там? Там горит что-то! Жители чё, совсем что ли с ума посходили? У меня тут два дня не было, тут трэш какой-то. Быстрей, 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 тушим, 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 тушим. Капец, тут всё в огне, блин, они чё, совсем с ума сошли? Совсем уже что ли страх потеряли? Жители, вы чего тут устроили? Почему дом мэра горит, и почему он весь в паутине и в лианах каких-то? Пиксель, ты не кричи на нас, мы здесь вообще ни при чём. Так сказал наш новый мэр. Какой ещё мэр, житель, ты чё такое говоришь? Ни один мэр адекватный не станет делать подобное. Причём вы посмотрите, я сразу этого не заметил. Вся деревня вообще изуродована. Бутылки какие-то валяются, бумажки, лианы и дорожки, кстати. А то я думаю, что у меня нога куда-то постоянно прилипает. Это грязь самая настоящая. Мне кажется, ребята, что мои бело-фиолетовые кроссовочки буквально через пару минут превратятся просто в чёрный сплошной цвет. Я даже не знаю, что это за клейкая масса такая. Ой, оно ещё пахнет так неприятно. Кто у нас мэр в деревне, что, сумасшедший какой-то? Житель, а кто мэром-то стал и вообще, как вы его выбрали? Да никто его не выбирал, его назначили, сказали человек из народа. Ты к нему в кабинет сходи, познакомься. Кабинет? Ладно, хорошо, сейчас схожу и познакомлюсь. Кабинет, блин, это всегда называлось домом мэра. Ну и где он? На чердаке, что ли, закрылся? Да, хотя лучше бы вообще не приезжал. Здесь нет никого. О каком они тогда кабинете мне рассказывают, если дом полностью пустой? Или я чего-то не понимаю? Житель, раз уж ты, у нас тут все знайка. А какой кабинет? В доме мэра вообще никого нет, ни единого человека. А, так я забыл тебе сказать. У него кабинет на улице, возле церкви. Странно как-то. Есть же дом мэра. Непонятно, зачем он подпалил его, кстати. Но ладно, возле церкви. Окей, хорошо, это и есть наш новый мэр? Или... А, кажется, я теперь понимаю, вот это наш новый мэр? Здравствуйте. О, привет, дружище. Как твои дела, братан? Хочешь гнилую плоти? Знаете, я, пожалуй, откажусь. Я правильно понимаю, это же не шутка какая-то. Ты действительно наш новый мэр? Да, братан, я ваш новый мэр. Ты посмотри, как я деревню вашу украсил. Просто обалденно, запах какой. А, господи, как же приятно пахнет гниль. Знаете, мне не совсем нравится этот дизайн. Я думаю, жителям тоже. Миксель, а ты не мог бы одолжить мне щётку? Дело в том, что я свой любимый костюм испачкал. Знаешь, житель, я бы на самом деле на время переехал отсюда. Как бы это страшно ни звучало. Подожди, а кто тебя вообще мэром выбрал? Мне сказали, что тебя поставили, потому что ты как... Человек из народа вроде как. Конечно, братан, я реально человек из народа. Я четыре месяца на вокзале прожил. Я-я-я-я ел хлеб и грибы. Да, но тебе не кажется, что должность мэра для тебя несколько ответственная? Потому что тебя поставили на... Должность действительно очень важную. Это самая популярная деревня жителей в Майнкрафте. И, скажем так, она сейчас не в лучшем свете. И ты вообще понимаешь, что прямо сейчас я записываю ролик, и это видят десятки тысяч человек. Братан, да ладно тебе. Зато у нас деревня такая, знаешь, природная. Сразу видно. Посмотри на вот эти блоки. Посмотри на эти баки. Не знаю я, конечно. Не нравится мне это всё. Я даже у себя дома ещё не был. Ладно, я через пару минут к вам подойду. Не уходите никуда. Хотя, с другой стороны, куда он уйдёт? Это же его кабинет, как-никак. Ладно, пришло время открыть свой дом. Здесь, ребята, всё более-менее. Конечно, блоки у меня все замшелые. Но, в целом, у меня даже никто не своровал изумрудики. Подождите, а мой сейф? Мой секретный сейф? Фух, его тоже никто не нашёл. Вот это уже не может не радовать, ребята. Деревня наша, конечно, не в лучшем сейчас, знаете, состоянии. Но, радует только одно. Воров у нас до сих пор не появилось. Значит, всё не так уж и плохо. Окей, хорошо. У меня есть инструменты. Свой дом я, конечно, смогу отреставрировать. Ну и по мелочи вот эти дорожки. Ну и также, ребята, как вы можете заметить, у нас вся деревня усыпана мусором. Знаете, складывается впечатление, что какая-то мусорная машина ехала и случайно открыла свой задний отсек. И просто всё повысыпало. Я вообще не понимаю, как жители два дня жили вот в этом просто, ребята, непонятном состоянии. Мало того, что запах не совсем приятный, так больше того, ребята. Блин, это капец как некрасиво выглядит. И оно всё мокрое, липкое. Это ужас просто какой-то. Так, ладно, ребята, вот это я всё оставлю. Я, пожалуй, потом отдам это, знаете, на какую-то утилизацию. Потому что так просто бутылки сжечь невозможно. Да и бумагу можно, знаете, использовать по второму кругу. Я хотя бы, знаете, по минимуму возле своего дома приберусь и скину это пока что куда-нибудь вот сюда. Потому что мусорных пакетов у меня сейчас под рукой, если честно, нету. Во! Вот здесь им самое место. И мне придётся реставрировать свои собственные, ребята, дорожки. Хотя, с другой стороны, где я возьму столько гравия? Вот серьёзно. Гравия не так-то просто и найти. Особенно, когда ты живёшь в деревне жителей. Можно, конечно, будет спуститься в шахту. Да-да-да-да-да, точно. В шахте гравий 100% был, ребята. Потому что, как вы знаете, там постоянно случаются завалы. Обалдеть. Как хорошо, что я свою машину, ребята, уже давно не использую и поставил в гараж. Потому что, мне кажется, вот её бы реально на запчасти разобрали. Но всё-таки, ребята, реставрация, это, конечно, хорошо и правильно. Однако, я не совсем хочу, чтобы нашей деревней управлял вот этот вот бомжик. Нет-нет, я ничего против не имею, не подумайте. Просто мне кажется, что эта должность ему действительно не очень подходит. Пускай живёт в деревне, пожалуйста, я не против, он никому не мешает. Я бы даже, знаете, с большим удовольствием дал ему свою старую одежду, дал ему изумруды на первое время. Но мэр, это слишком ответственно, как мне кажется. Я думаю, что многие, если не все, со мной согласятся. Поэтому я предлагаю, знаете, сказать ему всё как есть. Так, нужно немного сформулировать. Так, извини, пожалуйста, наша деревня очень ответственная. Тебе это не подходит. Ну, вроде как нормально. Слушай, братан или дружище, как там ты меня называл? Понимаешь, мы тут с подписчиками посовещались и подумали. А вообще, должность мэра тебе реально нужна? Вот скажи честно. Братан, да если честно, это халтура какая-то. Я не собирался. Ты понимаешь, ну я не умею это всё делать. Жители приходят какую-то ботву мне рассказывать, что там трубу где-то прорвала вода, понимаешь, льётся. Я не знаю, что делать, братан. Ну вот и я об этом же, я об этом. Действительно, ребята, я очень рад, что он со мной согласен. Знаете, у меня даже настроение поднялось. Потому что я думал, что этого, так скажем, мэра придётся отсюда просто силком вытаскивать. Я не знаю, там как-то делать проблему в деревне, из-за которых он просто-напросто сам уедет. Но он, судя по всему, не особо против, чтобы его кто-то заменил. Слушай, ещё раз прошу прощения, что беспокою тебя. Слушай, а давай я тебе дам несколько изумрудов, хлебушка, а ты назначишь мэром кого-нибудь другого. Ну вот, вот этого жителя, например. Не, Пиксель, ты чё, у нас деревня в ужасном состоянии, я с этим в жизни не справлюсь. Ищи кого-то другого. Ну или не вот этого жителя, какого-нибудь другого. Братан, да за два изумруда я чё хочешь сделаю. Ну вот тебя мэром сделаю, хочешь? Ребят, ну вы же знаете, что я постоянно пытаюсь от этого как-то откреститься. Это действительно большая ответственность. Поэтому я бы, я не знаю, какие-то выборы в деревне провёл. Может есть какой-то, знаете, кандидат, который захочет этим всем заниматься. Потому что в данном случае деревня действительно в ужасном, плачевном состоянии. Начиная от плохих дорожек, которые все в грязи. Походу, ребята, кстати, моё такси застряло в этой яме. Заканчивают этими бумажками, бутылками. И даже то, ребята, что жители, походу, не могут выбраться из какой-то церквушки. Потому что там просто-напросто, ребята, двери заросли вот этими вот лианами. Давайте я хотя бы немножечко почищу. Внутри здесь всё из замшелого булыжника. О, привет, жители. Миксель, господи, слава богу, нас кто-то эвакуировал. Я эти лианы руками пытался перегрызть. Руками перегрызть, я не знаю, покричал бы хотя бы. Да и с другой стороны окно бы разбил. Хоть это и небезопасно. Ладно, выходите, я здесь всё расчистил. И, судя по всему, нужно заниматься сейчас это по всей деревне. Наверное, всё-таки, ребята, я откажусь от его предложения. И буду помогать нашей деревне просто так. Потому что, сами понимаете, я здесь живу. И всё должно быть, так скажем, в полном порядке. Я каждый день, как-никак, выпускаю ролики. И показывать вам такое не очень-то и хочется. Так, два изумруда, точно, сейчас принесу. Я ему, знаете, даже больше предложу. Я реально предложу ему куда больше. Вот всё, что у меня есть. Чтобы, знаете, ему было не обидно. И он не почувствовал себя каким-то, знаете, обманутым. Ещё и алмазиков ему предложу. Ну и, конечно же, хлебушка на первое время. Кстати, мотыгу я ему, пожалуй, тоже с огнивым отдам. Пускай, я не знаю, костёр разведёт, грядки где-нибудь свои сделает красивыми и так далее. Слушай, дружище, как и обещал. Семь алмазов держи тебе в придачу. Пять изумрудов, восемь хлебушка, огнива и матышка. Братан, да за такие богатства я тебе президентом сделаю. Хочешь, я свяжусь? У меня его номер есть. Правда, только телефона нету. Не-не-не, чувак, вот это действительно не стоит. Я бы, если можно, попросил бы тебе ещё какие-то бумажки по деревне собрать. Просто помочь нам. Сам понимаешь, ты деревню до такого ужаса довёл. Да, конечно, братан, братишка, всё сделаю, всё нормально будет, в лучшем виде. Фух, ну это прекрасно. Так, пока бутылочку куда-нибудь вот сюда заброшу, рядом с мусорными баками. Житель, не переживай, он нам сейчас всё поможет сделать, всё организовать. Я вам тоже сейчас буду помогать. Слава богу, Пиксер, ты вернулся. Я, если честно, уже начал вещи собирать. Но знаешь, как увидел такси, сразу понял, надежда ещё есть. Да, конечно, есть. Не вздумайте никуда не переезжать. Сейчас мы с ребятами тут за 5-7 минут в быстром темпе, так скажем, всё отремонтируем. Пока бомжик будет собирать вещи, ребята, с той стороны деревни, я буду очищать хотя бы дорогу на подъезд. Потому что, как минимум, нам нужно заказать гравия какого-то, я не знаю, вывоз мусора какого-то организовать. Потому что это просто ужас, это просто трэш. У меня слов, ребята, нету, честное слово. Ладно, окей, вот здесь тоже немножечко поубирать. И вот здесь. И если честно, с камерой это делать, конечно, не очень удобно, я думаю, вы это понимаете. Я, кстати, если честно, большой фанат порядков, ребята, и чего я вам советую. Я вот, например, знаете, по молодости, когда был школьником, частенько со своими друзьями организовывал импровизированные субботники. Если мои друзья смотрят мой канал, они не дадут вам соврать. Мы выходили на улицу с огромными мусорными пакетами и убирали огромное количество мусора и сдавали его на утилизацию. Потому что мне действительно кажется, ребята, что вокруг нас должно быть немножко чище. И поэтому я вас очень попрошу, обязательно доносите бумажку, кожурот банана, я не знаю, пакет целлофановый, даже фантик до мусорного ведра, ребята. Потому что действительно на улицах становится очень грязно, и это можем исправить только мы с вами. Если каждый, ребята, каждый день будет выбрасывать хотя бы один фантик, я думаю, через пару лет у нас будет какой-то самый настоящий город из фантиков. Это очень хорошая идея для ролика, ребята, но никак не для нашей с вами земли. Поэтому будьте чище, ребята, следите за окружающей средой, а также не забывайте подписываться на мой канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. Потому что я напомню, вне зависимости от того, что происходит, ролики на этом канале выходят каждый день. Ну а также в конце видоса я напоминаю про три комментарии из этого ролика, которые гарантированно попадут в завтрашний. Всем удачи и пока, ребята, а я, пожалуй, паю убирать деревню. Продолжение следует...